Добрый вечер! В республике 18.00 и в прямом эфире информационная программа «Сегодня» в студии Ольга Цхавребова и в начале коротко о главных событиях дня. 11 лет независимости в Цхинвале состоялась пресс-конференция. Защита прав женщин и детей от насилия и дискриминации. Детский омбудсмен Гульнара Кузаева принимает участие в мероприятии в Махачкале. Их ждут годами. Вашему вниманию очередной выпуск рубрики «О безвести пропавших». Совет Безопасности Республики обсудил организационные вопросы, без которых невозможно решить задачи, связанные с обеспечением безопасности Южной Осетии. Заседание Совета Безопасности проходило под председательством президента Анатолия Бибилова. Верховный главнокомандующий в первую очередь представил новых членов Совета Безопасности, министра по чрезвычайным ситуациям Республики Азамата Чочиева и председателя Комитета государственной безопасности Олега Ширана. Поздравил их с назначением и пожелал успехов на высоких государственных должностях. Организационные вопросы, без которых мы не сможем решать вопросы, связанные с обеспечением безопасности Южной Осетии, опасающиеся, конечно, абсолютно всех в сфер деятельности, в частности, конечно, в сфере пограничного контроля, в сфере образования. Но и нам предстоит подумать, посмотреть, принять решения и рекомендации для правительства СССР и вносить вот этих вопросов. Президент Анатолий Бибилов поздравил бывшего посла России в Южной Осетии Эльбруса Карги во с днем рождения. Глава государства пожелал юбиляру крепкого здоровья, бодрости духа и успехов в реализации всех жизненных планов. Президент Анатолий Бибилов поздравил главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамбулата ТД во с днем рождения. В поздравительном послании, в частности, говорится, цитата, «Без всякого преувеличения можно сказать, что все эти годы вы являетесь примером высочайшего профессионализма и преданности делу. В этот день желаю вам неиссякаемого запаса душевных и физических сил, счастья в личной жизни и успехов в профессиональной деятельности». Конец цитаты. 25 августа в Абхазии состоятся президентские выборы в качестве наблюдателей, представителей и Южной Осетии. В состав делегации вошли сотрудники администрации президента, Центральной избирательной комиссии и депутаты парламента. Освещать выборы президента Абхазии отправилась также съемочная группа государственной телерадиокомпании «Ир». Впервые за историю президентских выборов в Абхазии в кампании участвуют 10 претендентов. Итоги голосования подведут в течение трех дней после дня выборов до 28 августа. Это будут рекордные по количеству кандидатов в выборы президента Абхазии. Сразу 9 человек претендуют на главный политический пост этой страны. Для участия в качестве наблюдателей сегодня утром в Сухум прибыла делегация из Южной Осетии. Первый зампредпарламента Петр Гассиев, замруководителя администрации президента Алан Джусуев и секретарь ЦИК нашей республики Кристина Авлохова будут представлять Южную Осетию на выборах в качестве наблюдателей. Сюда же в Сухум приехала съемочная группа ГТРК и в течение нескольких дней мы будем следить за выборами в этой республике и регулярно выходить в эфир с подробной информацией. Как заявил сегодня секретарь Совбеза Абхазии Мухаммед Килба, в период проведения выборов безопасность обеспечат сразу 4 ведомства, МВД, Служба государственной безопасности, Государственная служба охраны и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Сегодня же на местном телеканале пройдут последние перед выборами дебаты кандидатов в президенты, которые обещают стать кульминацией предвыборной гонки. Мы следим за развитием событий и более развернутая информация в нашем завтрашнем выпуске. Это был наш корреспондент Алан Тибилов. Он находится сейчас в Абхазии. Он будет следить за ходом выборов в Абхазии. Сейчас к другим темам. 11 лет независимости пресс-конференция под таким названием прошла сегодня на площадке пресс-центра «Спутник». Участниками стали чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марат Кулахметов, председатель правительства Эрик Пухаев и полномочный представитель президента Южной Осетии по постконфликтному регулированию Мурат Джиоев. На пресс-конференции говорили о развитии Южной Осетии за последние 11 лет. Благодаря помощи Российской Федерации государство Алани развивается во всех направлениях и имеет широкие перспективы. Вы прекрасно знаете, какие большие изменения у нас произошли за последние, можно считать, 5, 6, 10 лет. Город полностью считает, что был разрушен сейчас. Город обустраивается. Крайние еще в инвест-программе 2022 года внесли ряд объектов, в том числе благоустройство дорожной инфраструктуры, не только в рамках города, но и в рамках территории. В 2015 году между двумя странами был подписан договор о союзничестве и интеграции. Южная Осетия активно сотрудничает со многими субъектами и регионами Российской Федерации. Подписаны договоры и соглашения в области экономики, культуры, спорта, туризма. То, что касается сегодняшних отношений с Российской Федерацией, я на крайнем сталкиваюсь с той работой, которую Россия проводит здесь, в Южной Осетии. Это все сферы. Сферы здравоохранения. Вы знаете прекрасно, что по имени с программой построены и строятся сейчас великолепные медицинские учреждения. Это в системе образования. Тоже строятся в школе детские общеобразовательные учреждения. И в рамках тех договоренностей, которые были подписаны в 2015 году, в 18 марта. Независимость Южной Осетии была признана рядом государством. Работа в этом направлении продолжается. Нам необходимо рассказывать о событиях, которые происходили на территории Южной Осетии на протяжении веков, чтобы об этом узнали во всем мире. Несмотря на многочисленные факты и доказательства, на Западе до сих пор нет однозначной оценки с событием августа 2008 года. Россия участвует в различных международных судах. У нас провожаются суды, межгосударственные суды из Грузии по событиям 2008 года. Работа идет, она тяжело идет, безусловно. Я скажу вам, можно сказать даже так, что суды политизированы, не скрывает никто, это видно по результату. Но мы все время оставим правоту. Международная площадка, где Южная Осетия выражает позиции своего государства, являются женевские дискуссии. По словам Мурата Джоева, основным пунктом остается формирование документа, гарантирующий безопасность нашей страны. На женевских дискуссиях обсуждаются другие вопросы, возникшие вследствие грузинской агрессии против Южной Осетии. Конкретная задача, над которыми мы перерочим работаем, это подготовка юридически обязывающего документа о неприменении силе против Южной Осетии и Абхазии. Работа, к сожалению, проходит, конечно, очень медленно, с большими затруднениями, поскольку позиции Южной Осетии и Абхазии с одной стороны, Грузии с другой стороны, совершенно разнятся. Но, тем не менее, это важный международный формат. Участники пресс-конференции поздравили жителей республики с наступающим праздником. Стелла Бязарова, Алим Бетеев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Жительница Цхимвальского района Жужуна Дудаева на седьмом небе отчасти. Ей подарили жилой вагон. Ее дом давно пришел в негодность, но возможности исправить ситуацию не было. Наш корреспондент Елена Газаева с подробностями. Партия «Единая сетья» продолжает оказывать помощь гражданам республики. К ним часто обращаются в надежде, что их проблемы не останутся без внимания. Семья Дудаевых в селе Дменис обратилась с просьбой помочь приобретении жилого вагона. И вот новый вагон прибыл на свою конечную остановку. Семья Дудаева на седьмом небе отчасти. Бабушка Жужуна Дудаева живет в селе Дменис. Дом давно изжил себя и больше похож на декорацию из старинного фильма, нежели на жилое помещение. Здесь не только жить, но и заходить без особой надобности представляет большую опасность. Если летом можно время коротать во дворе или на приусадебном участке, то зимой пребывание в полуразрушенном с прогнившими балками и сваями доме – серьезное испытание. В короткое время парламентская партия «Единая сетья» изыскала возможность оказания помощи. И теперь жилой вагон в ожидании своих хозяев. Соседи за бабушку Жужуну рады. Посчитали своим долгом прийти и поздравить с улучшением жилищных условий. Сама же хозяйка благодарит всех причастных к оказанной ей помощи. Любая проблема решается в сто раз проще, если ты встречаешь людей, готовых решить ее. А благодарные лица жителей – лучшая награда. Елена Газаева, Рауль Кочиев, информационный выпуск «Сегодня». В республике на базе многопрофильного колледжа пройдут курсы повышения квалификации ветеринаров, фельдшеров и зоотехников Министерства сельского хозяйства. Об этом рассказала на брифинге глава Госкомитета информации и печати Южной Осетии Мария Кутаева. Она не обошла стороной и главное политическое событие в Абхазии – выборы президента. Репортаж Анжелы Кукоевой. Акцент глава Комитета информации и печати сделала на предстоящих выборах президента Республики Абхазия. Представители администрации президента парламента и Центральной избирательной комиссии в качестве наблюдателей приглашены в Братскую Республику Абхазия и будут наблюдать за ходом голосования на выборах. В начале сентября предстоит еще одна зарубежная поездка в Сирийскую Арабскую Республику. Делегация Южной Осетии примет участие в 61-й Дамасской ярмарке. Возглавит делегацию министр экономического развития Геннадий Бекоев. Работа проходит в рамках ранее подписанного между нашими странами договора о сотрудничестве в области экономики. Это старейшая, очень интересная ярмарка. Там бывают представлены различные инвестиционные проекты. Наша делегация посетит производственные площадки, посмотрит торговый потенциал и оценит все это. И думаю, что в дальнейшем это может нам пригодиться хотя бы тем, что если мы надумаем налаживать торговые отношения в Сирии, то мы уже будем примерно знать, с чего мы можем начинать. Сообщила Мария Кутаева и о курсах повышения квалификации ветеринарам, фельдшерам и зоотехникам Министерства сельского хозяйства. Они будут проходить в течение месяца на базе многопрофильного колледжа. Курсы проведут специалисты из России. После того, как они прослушают курс лекции, предстоит им сдача экзаменов. И только после успешной сдачи экзаменов они будут получать сертификаты повышения квалификации. Переподготовка кадров в лучшую сторону отразится на работе специалистов в сфере сельского хозяйства. И позволит в дальнейшем вовремя реагировать и локализовать вспышки инфекционных заболеваний животных. Анжела Кукоева, Ринят Медоев, Фатима Кумаритова, информационный выпуск сегодня. Детский омбудсмен Гульнара Козаева принимает участие в совместном заседании Координационного совета уполномоченных по правам ребенка Южного и Северокавказского федеральных округов. На тему защита прав женщин и детей от насилия и дискриминации. Мероприятие проходит с 22 по 24 августа в Махачкале. В мероприятии принимают участие уполномоченные по правам ребенка из Северной Осетии, Дагестана, Чечни, Ростовской области. Формат работы Координационного совета позволяет проводить системный анализ семейной политики и проблем в сфере материнства и детства. Осуществлять обмен лучшими практиками и проектами. В программе Координационного совета посещение Республиканского центра социальной помощи семье и детям, Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, Республиканского реабилитационного центра «Надежда», социальной гостиницы «Школа жизни» и других объектов. Гульнара Козаева выступит с докладом на тему «Насилие в семье. Опыт Республики Южная Осетия по решению проблемы». 26 августа в нашей Республике выходной. Южная Осетия отмечает День признания независимости России. Планируется большое количество праздничных мероприятий. Куда можно будет пойти и что увидеть, узнаем из репортажа Фатимы Чочевой. 26 августа Южная Осетия отмечает одну из значимых дат в истории нашей Республики – День признания государственной независимости Российской Федерации. На протяжении 11 лет по всей Республике с размахом отмечают этот праздник. Проходят масштабные торжественные мероприятия. В этом году празднование Дня независимости начнется с открытия выставки. В 11 часов дня в киноконцертном зале «Чермен» художники Республики, а также художники, которые в Северной Осетии приезжают сюда. И мы открываем большую выставку, посвященную именно Дню независимости. Мир, в котором мы живем, называется выставка картин. И сразу после торжественного открытия мы всех приглашаем в зал, вы получите приглашение. В зале состоится праздничное собрание, посвященное Дню признания независимости Российской Федерации. После собрания едем с вами на наш традиционный этнографический праздник «Наследие предков». Традиционный этнографический праздник «Наследие предков» пройдет в селе Хитагурово. Здесь активными темпами идет подготовка. Силами района администрации приводят в порядок территорию, где ежегодно проходят мероприятия. На этнографический праздник съезжаются со всех уголков Осетии. Жители и гости республики с удовольствием знакомятся с культурой, обычаями, древним бытом осетин. В подворьях, представляющих столицу и районы республики, гостей встречают по древнему обычаю с тремя пирогами и пивом. Между тем на сцене проходит не менее интересное действие. Вечером идем все на стадион. На стадионе руководство республики подготовило для вас тоже подарочное выступление звезд российской эстрады, которую привезли сюда, в республику. И я думаю, что с детьми и со своими семьями подарите этот день себе, этот вечер себе. И насладитесь музыкой и концертом. Совершатся все праздничные мероприятия красочным фейерверком. Фатима Чочи, Варнольд Харебов, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. А сейчас вашему вниманию продолжение нашей рубрики о безвести пропавших. Жизнерадостная, заботливая и любящая жизнь. Именно такой запомнили родные Валентину Гоглоеву. Ей было всего 37. В октябре 91-го она пошла на работу, после собиралась к стоматологу. С тех пор ее никто не видел. Подробности в репортаже Эльвиры Тибиловой. До сегодняшнего дня мы никогда не поминаем ее. Мы ее ждем. Младшая сестра Земы и Розы Гоглоевых пропала в самый разгар национально-освободительной войны Южной Осетии против грузинских захватчиков. 16 октября 1991 года Валентина Гоглоева, утром выходя на работу, пообещала матери поскорее вернуться домой. Она собиралась к стоматологу. Мама Габараева Варвара представить не могла, что видеть дочь в последний раз. Октябрь когда приходит, прямо хочется остановить каждый день. Она пропала в октябре? Да, 16 октября. Она очень плохо себя чувствовала все эти дни. Очень плохо. У нее зубы болели, у нее слабое сердце было. И зачем она пошла на работу, непонятно. Но мне, говорит, надо к зубному. Обязательно к зубному. И в обед ее вот. Должны были номерок, я говорю, ох, вот я в там и подвезти к зубному. Вот эти ребята на перерыв куда-то шли. Фотово, я же работаю. Кузнеку нужно ждать. Единственное, что известно родным, коллеги Руланд Жуоев и Николай Жуоев предложили подвезти Валю к стоматологу. На этом след всех троих обрывается. Больше никакой достоверной информации о том, за счастном дне у родственников пропавших нет. Жена этого Руланда Шахбазова ездила, даже в Тбилиси, на уровне министерства расспрашивала, искала по тюрьмам. Абсолютно везде в тот же день, и с того же дня, прямо две недели, вон, на границе с ТЭКом, вот на ТЭКе. Тежур или вся наша фамилия, и Шахбазова вообще бегала, наверное, из Грузии до Дубилиси, она и с генералом поехала, и все. То есть, какие бы версии ни были, мы моментально по этим версиям ездили, узнавали все. И везде говорили, нет, ничего. Везде мы, где только говорили, по всем деревням, неужели и у деревня Сафанна, и по всем деревням вот этим, грузинским. Их там видели, туда повезли, сюда повезли. Но сразу, что убили их, нету, такого, никогда такой версии не было, не знаю. Вот только поиски, поиски, до сих пор поиски. Валя родилась 12 сентября 1954 года в городе Цхневал. В свидетельстве о рождении ее записали как Клара. Это имя очень нравилось ее отцу Григорию Гоглоеву. Окончила пятую среднюю школу и продолжила учебу в Москве. Первый год работала там, поступила в Московский библиотечный институт, но до конца не проучилась. Она, что-то у нее, прямо аллергия началась на этот климат. И поступила во Владикавказский университет, там закончила ФИФАК. Работала в пятой школе, порядочно поработала. Потом поступила туда в адресную, ее послали в Тбилиси. И очень быстро освоила вот эту адресную работу. И наладила неплохо. И это то, что официальной стороны касается. Мы по сегодняшний день, вот прямо я жалею, что она пошла туда на работу. Но у нас в городе всегда было плохо с работой. Думала временно пойти и застряла там, к сожалению. Более 10 лет Валя проработала в адресном бюро Управления внутренних дел Южной Осетии. Валентина наряду со своим народом всецело поддерживала путь к свободе и независимости. И она всегда нас оберегала. Мы как-то даже допустить не могли, что это все очень серьезно. И она нас все время хотела просто разбудить, что это не игра, что это сложно и не надо никуда выходить. Вот как-то вот так. Маму я помню, мама у нас работала в гостинице. И мама тоже не верила. Такие, говорит, вежливые милиционеры, говорит, они ничего нам не делают. Ну, такие вот вещи. Ну, потом больше маму не отпустили на работу, когда все это заварилось. Ее природная отзывчивость и доброта пленяли. Всегда считала своим долгом помочь нуждающемуся человеку. Из нас троих она была задурней всех, вспоминают сестры, любимицы всей семьи. Обожали ее и племянники. Семья она у нас самый яркий вообще была человек. Добрее и справедливее. Редко. Ну, что она была такой, ну, мы узнали именно от посторонних. Столько добрых слов о ней мы узнали. Господи. И это касалось всегда вот людей, которым правда нужна бывала помощь. Мы ничего сами видят. Мне это не нужно было говорить, но что она вот с людьми вот столько могла. А у нее душа такая. Она с детьми тоже так общалась, прямо на уровне, как будто их так свалунула, хампы сватыр, хатыр, 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 хатыр. Она любила путешествовать. Привезла из Румынии ковер с необычайным узором и устраивала на нем чаепития с гостями. Часто шла в походы. Увлекалась поделками из дерева. Образцы ее работ сестры хранят до сих пор. Остальные разошлись по родственникам и друзьям. В походы ходила в Миспанке. Сколько тогда вот одно время выкорчевали оттуда. У нас в деревне вот Форнбелла. Потом уже все горы облазили. Все ходили в походы. Это и по сегодняшний день принято. А тогда все с химальцами облазили все горы. Она любила путешествовать, в походы ходить. Порческая была девочка. Валентине Гоглоевой было 37 лет, когда она пропала без вести. В глазах родных она остается живой. Все той же жизнелюбивой и заботливой девушкой, какой ее запомнили 28 лет назад. Эльвира Дебилова, Александр Куков, Диана Техова. Информационный выпуск. Сегодня. Уважаемые телезрители, напоминаем в соответствии с календарем праздничных дней и памятных дат нашей республики. 26 августа, день признания независимости Южной Осетии России, является выходным днем. Таким образом, работники бюджетной сферы будут отдыхать три дня подряд. С 24 по 26 августа включительно. На этом наша программа подошла к концу. Я Ольга Схавребова. Благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. Приятных выходных. Редактор субтитров А.Семкин